make poker great again? да. вы считаете, что последние 9 лет он был не great? в россии нет, в россии покер был в стадии застоя по причине закрытия игорного бизнеса в нашей столе. почему понадобилось столько лет для того, чтобы получилось то, что мы сейчас имеем? это политическое решение закрытия игорного бизнеса. дали время и сейчас игорный бизнес начал развиваться в игорных зонах, что тем самым позволяет и ведет за собой развитие покера и оживил как-то покерное движение. в россии оно и тире в снг. давайте поговорим про серию сейчас. прошло два месяца с момента окончания ипт покердом сериас и вот наступила пати покер. что изменилось вот нажмите там 3 5 10 пунктов, что реально было сделано за эти два месяца, что улучшилось для организаторов, для игроков, в целом для индустрии может быть. первое значит мы открыли, казино открыло, сделало бесплатный вход для всех игроков, что тем самым облегчило попадание покерных игроков в покерные залы покерных игроков. второе во время турниров все игроки, которые приезжают на турнир, спокойно могут привозить свои компьютеры на турниры и играть параллельно в онлайн. игроки могут фотографироваться в казино, ну в смысле фотографироваться в здании, где находится казино в залах, где проводятся покерные турниры и кэш игры спокойно, то есть с этим просто были проблемы. в принципе для покерного мира это ничего нового, но как бы здесь была эта проблема, значит она решилась. значит у нас было 23 стола в инварском турнире, у нас сейчас 53 стола. тем самым мы получили абсолютное отсутствие очередей в кэш играх, потому что у нас абсолютно сейчас все играют. у нас сейчас играют порядка 20 столов. я так понимаю, что почти что нет очередей, нет в этих листов, потому что у нас хватает столов, хватает дилеров. значит у нас появилась возможность, появилась возможность привлечения дилеров, квалифицированных из различных уголков наших стран. но это очень важно, потому что мы много лет работали с одним составом дилеров, которые, не прекращая свою практику в покере, только улучшались. вот и нам приятно работать. в семье, с кем мы работали, в коммуне доверяем и все остальное соответственно. в январе это было у нас не получилось, сейчас у нас это получилось. мы опять здесь с нашей командой. это очень приятный дилеров. мы поменяли воду, у нас была не вкусная вода. нет, я про то, что в зале теперь чай, кофе, вода, соки бесплатно. для игроков этого уже не было. не было, да? не было, да? чай, вода. да? это тоже. но ты знаешь, на самом деле, вот у нас была вода не вкусная. вот реально это была вода фирма авиан? авиан она была какая-то невкусная. а вот тут на соком минерале она реально вкусная. значит, у нас появилась новая турнирная программа, которую мы вот-вот прям запустили, которая тоже облегчает работу наших менеджеров. она тоже, в итоге, бьет все очереди. у нас не будет очереди. все будет достаточно быстро. это облегчает работу для журналистов, облегчает работу для кэш-зоны, да? потому что у нас waiting list должен быть электронным. пока еще не запустили, вот-вот запустим. что еще? карты были хорошие, фишки хватало, плазм хватало. мы запустили на этой серии проектор, которую мы не могли запустить в прошлой серии. сейчас там мы смотрим пока все спортивные программы, но запустим туда и турнирную программу, если нам не хватит наших плазм. ну, просто люди реально хотят смотреть футбол и там спортивные мероприятия. например, скоро у нас чемпионат мира по футболу, что тоже очень важно. значит, мы увеличили штат постоянных сотрудников покерного клуба казино Сочи. значит, у нас уже больше менеджеров, у нас уже больше дилеров, у нас уже дилера более квалифицированы, потому что уже поработали. соответственно, все это ведет к тому, что покер в России станет и становится великим. вот, соответственно, и этому всему способствует компания Покер Клуб Менеджмент и казино Сочи. хорошо, если брать Сочи. если брать Владивосток, то Покер Клуб там неделю назад закрылся. но не слышал бы. так что не сказали. если брать Калининград, то там еще не открылся. еще не открылся. и если брать Алтай, то вы туда скоро вновь вернетесь. то есть перманентно все хорошо, но центр будет Сочи. ну да. нам здесь очень нравится Покер Клуб. у меня такой вопрос. то есть два месяца назад полмиллиона гарантия, сейчас там миллион на главное событие, через два месяца пять миллионов. нет, два с половиной. два с половиной. идет суммарно пять миллионов. около того. идет большой демпинг цен. то есть не как сантиметров или там шаг за шагом идет, да, там миллион, миллион пятьсот, два сразу такие скачки огромные. не будет ли потом отток игроков, то есть все будут ждать опять пяти миллионов, двух с половиной миллионов, все будут ждать Покер Старцы, не поедут на условные более мелкую или локальную серию куда-то в другом месте, зачем ехать. и не будет ли задрана планка такая, что потом будет очень больно падать. тем более учитывая не очень хороший опыт Панамы и Багам. ты имеешь ввиду, что многие потеряют интерес поездкам на менее дорогие серии, да? не, я думаю, что интерес останется, потому что есть разные, рынок разный, и люди разные, и, соответственно, супер крупная серия, они проходят не так уж часто, их можно проводить очень часто, соответственно, то есть супер дорогие рестораны, они убили Макдональдс, да? то есть есть у нас Макдональдс, есть в Москве там Новиковские рестораны. ну да, привет. ну нет, мы, я думаю, не бьем, потому что будет много средних серий, реже дорогие серии и реже супер дорогие серии. а что, давайте возьмем 2018 год в Сочи, что это, какие это серии, например? я не могу сейчас себе секрет рассказывать, это неправильно. я думаю, что аналогичные серии вот в этих ближайших, вот если вот сделать срез первых шести месяцев работы в казино Сочи, вот примерно вот такой же пройдет год. одна, маленькая, одна, средняя, одна большая с разными партнерами. ну да, да, одна супер большая, или две супер большие в год. ну там, две средние и еще мелкие. ну, такие, чуть поменее. сделаем покер в Великенном вновь? да, да, мы делаем. Покер Клаб Пенджман делает покер в Великенном в Сомице с казино Сочи. чтобы попросить в Великенном веке. закупить работу. ну да.